Своего отца Людмила Жмураева не видела никогда. Геннадий Голиков ушел на фронт в далеком 41-м. В доме не осталось даже его фотографий. Брат у меня был с 37-го года, его сейчас нету, 15 лет. И он все время говорил, что Люся, и я папу помню, ему 4 года было. Говорит, как его провожали, и он нас нес на руках, когда брали на войну. Без малого 74 года красноармеец Геннадий Голиков считался пропавшим без вести. Только в прошлом году родные и близкие узнали, что их герой похоронен под Санкт-Петербургом. Уже потом поисковый отряд Сосновый Бор из Ленинградской области в ходе очередной вахты памяти нашел останки бойца, его медальон и личные вещи. А это немножечко той земли, где он был. Спасибо. Ну и маленькие сувениры от нас. Спасибо, спасибо вам большое. Когда обнаружили медальон, то появилась какая-то надежда. В ходе кропотливой работы в течение нескольких месяцев связывались и с поисковиками Ярославской области, они очень сильно нам помогли. Ну и в итоге получилось все как есть. Привезли на родную землю его. Герой. Сейчас особенно это все. Чувствуется, что все-таки будут захоронения. Это уже не снимайте. Проводить в последний путь красноармейца Геннадия Голикова пришли родные, близкие, соседи, представители общественности и власти. Голиков Геннадий Михайлович один из защитников Ленинграда, который ценой своей жизни отстояли северную столицу. Я очень надеюсь, что ребята, молодежь, земляки Геннадия Михайловича обязательно исследуют его биографию. Попытаются найти крупицы той информации, которая есть о его воинском пути, о его жизненном пути. Слава Цой, Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны во веки веков. Аминь. Великая Отечественная война затронула практически каждую семью. Только из Первомайского района призвали на фронт 8 тысяч человек, в том числе и Геннадия Голикова. Домой вернулись единицы. Многие до сих пор числятся пропавшими. В честь земляка красноармейцы Геннадия Голикова в Скалинской школе открыли мемориальную доску. Денис Муравьев, Сергей Мазилов. День в событиях.